Всем привет! Я не знаю, что конкретно на меня повлияло, возможно, это приход осени, но мне захотелось вот прямо сейчас, в сию минуту, снять видео о том, как сделать дом более уютным, как вдохнуть в него жизнь, как создать такую приятную, расслабляющую атмосферу. И мы с мужем сами обустраивали наш дом без чьей-либо помощи, и чаще всего мы слышим от наших гостей, что у нас очень уютно, это, конечно же, приятно, но самое главное то, что мы себя ощущаем здесь максимально комфортно, и нет таких моментов, которые нас раздражают, которые хотелось бы изменить. И давайте начнем с первого момента, о котором вы, скорее всего, не прочитаете на первой странице в каком-нибудь журнале, который будет вещать о уюте, о интерьере и так далее. Это выбор оттенка стен. Вы должны сами определиться, чего именно вы хотите. И мы прошли тот этап, когда нам хотелось сделать что-то такое темное, что-то контрастное. И мы для себя приняли решение, что больше всего нам нравится, когда у нас нейтральный цвет стен, но когда ты выбираешь краску, ты не совсем понимаешь, что вот это такой оттенок серого, а вот это такой. И мы просто взяли цветовую палитру, приехали домой, посмотрели конкретно в нашем доме, как будет выглядеть оттенок серого, который нравился нам. Потому что есть такие оттенки серого, которые имеют холодный подтон, они немножко отдают в такую даже голубизну. И на самом деле все холодные оттенки влияют на нашу концентрацию, то есть не позволяют нам настолько расслабиться, как мы хотели бы, ну мне так кажется, чувствовать себя именно дома. То есть все холодные оттенки чаще всего используются в таких офисных помещениях, в рабочих зонах для того, чтобы наш мозг был таким собранным, а не находился в состоянии релакса. И вот когда мы выбрали, как нам казалось, идеальный оттенок серого, мы приехали в наше помещение, где вот реальное освещение, мы посмотрели, в какой цвет отдает выбранный нами оттенок. И тоже я советую сделать и вам. Когда мы делали одну стену такой темно-серой, вторую светло-серой, мы не учитывали того, что в Польше, конкретно в Кракове, на протяжении где-то 9 месяцев погода, которая напоминает осень. Может, кого-то это вдохновляет, но нас с мужем это может даже ввести в депрессию, когда у тебя постоянно темно дома, тебе постоянно надо использовать искусственное освещение. Но это не то, чего мы хотели добиться. И вот я вам советую тоже обратить на это внимание. И вот чтобы цвет был или нейтральным, или чуть-чуть тепловатым, чтобы вам дома было более уютно. И следующий момент это освещение. Скорее всего, вы уже догадались о том, что теплоту лампочки мы также выбираем или нейтральную, или более теплую. Но я хотела бы сакцентировать ваше внимание на том, что когда вы планируете освещение в вашей квартире, в вашем доме, подумайте о том, чтобы освещение было не просто функциональным, но и атмосферным. Что я имею в виду? Я обязательно покажу примеры конкретно в нашем доме. Если вы делаете ставку только исключительно на люстры, тем более, если вы выбираете какие-нибудь хрустальные люстры, все типы люстр, которые выполнены из холодных материалов, тот же хром, у нас есть лофтовые люстры. И вот они могут смотреться слишком холодными в интерьере. Их обязательно нужно с чем-то разбавлять. И вот вторые люстры у нас вообще отличаются не только по стилю, но и также материал у них совершенно другой. Они прям сделаны как будто из ткани. И вот еще один вариант игры с освещением. Вам вовсе не обязательно покупать люстры в абсолютно разном стиле. Достаточно поставить какой-нибудь торшер. У нас это стеклянный торшер. И опять-таки вот этот абажур у него выполнен из ткани, которая задает уютное настроение. И еще, когда мы с мужем планировали освещение в нашем доме, мы сразу сказали, что мы хотели бы иметь такую и атмосферную, и функциональную подсветку некоторых элементов нашего дома. К примеру, лестницы. То есть вечером, когда ты просто идешь по лестнице, то тебе надо включить какое-либо освещение. Это раз. А во-вторых, это задает тоже такое вот приятное, расслабляющее настроение, когда там смотришь вечером телевизор, работаешь, или бывают пасмурные дни, когда хочется включить хоть какой-то свет, и потом не заплатить непонятно какие счета. И такой же прием мы использовали в нашей спальне. То есть, когда лежишь в постели, уже готовишься ко сну, то классно включить вот такой свет. И тоже прям вот сразу так уютно чувствуется, что наступил вечер, время отдыхать. У нас дома мы довольно активно использовали белый цвет. Для того, чтобы не было вот этого ощущения больницы, мы выбрали именно теплый подтон белого. И обязательно дополнили его натуральностью, я имею в виду деревянный пол. Причем бывают гладкие доски, идеально глянцевые. С ними вам никогда не будет так уютно, как с более натуральной фактурой. И вот у нас в предыдущей квартире был идеальный гладкий темный пол. Я как хозяйка говорю вам, что это очень непрактично. И несмотря на то, что здесь пол гораздо светлее, убирать его проще, и в принципе грязь не особо видна. И вот как ни странно, наш довольно светлый интерьер гораздо проще содержать в чистоте, чем тот, который у нас был ранее, еще до ремонта. Кто со мной давно, вы помните, что у нас была такая далеко не светлая квартира, потом мы ее переделали. Ну и вот сейчас, когда мы обустраивали дом с нуля, то, конечно же, хотелось всего самого светлого, чего-то другого. И вот мы рискнули, приняли решение сделать все максимально просторным и светлым, и ни разу не прогадали. В быту это тоже работает. И при том, что оттенки светлые, все равно дома очень-очень уютно. С плиткой та же история. Если берете глянцевую, то она никогда не будет давать вам ощущение уюта. И мне не хотелось, чтобы в кухне было как в каком-то колбасном цеху. Поэтому мы выбрали плитку, которая сейчас довольно популярна. Есть несколько разновидностей, формы, размеров, всего остального. И вы знаете, я купила эту плитку через интернет. И я очень довольна. Я бы сейчас ничего не изменила. Изначально мы специально создавали такой базовый нейтральный интерьер, который в будущем, или в зависимости от настроения, сезона, можно было бы разбавлять какими-нибудь световыми акцентами. И я обожаю покупать разные штучки из декора. Но особый уют создают те вещи, которые дороги лично вам. И вот у нас дома есть несколько таких вещей. Во-первых, это сервиз, который Тома помнит из детства. И мне нравится сочетание вот этого белого, серого и синего. И вот этот сервиз, он называется What's Love? Он идеально вписался в наш интерьер. И вот если так сложилось, что у вас нет таких практически семейных реликвий, ничего страшного. Достаточно купить какие-то вещи, сделанные руками, или которые будут напоминать хендмейт. У меня, к примеру, это салфетка, которую связала моя мама. Она вяжет крючком. Она это делает просто для какого-то расслабления. Она это любит. И не дай бог с ней что-то случится. Я не знаю. Я буду ее сама переделывать, отстирывать, потому что настолько она мне дорого. Можно пойти в магазин и купить что-то такое. Это будет греть душу. Это, опять же, придает какой-то уют. И также у нас в спальне есть подушечка, которую связала моя мама. Схему вы можете найти в интернете. Или, раз уж на то пошло дело, то Zara Home, H&M Home. У них иногда появляются коллекции, которые чем-то напоминают что-то сделанное руками. И когда мне захотелось купить подушки к Новому году, которые не будут с надписями там Merry Christmas и так далее, это была целая проблема. Это сейчас ценится. И вот я из тех людей, которые даже готовы больше заплатить за что-то, что будет сделано с любовью. Ну как, любовь нельзя купить, но я имею в виду то, что пусть это будет не массовое какое-то производство, а если кто-то что-то делает своими руками в единичном экземпляре, я готова за это доплатить. Потому что я считаю, что Handmade должен цениться и оплачиваться лучше. Или же, если вы не любите салфетки и прочее, то достаточно распечатать какие-то фотографии, которые морально будут вас переносить в какое-то конкретное время, будут напоминать о каких-то моментах из жизни. Это могут быть не просто там ваши фотографии, не знаю, селфи или фотографии, которые кто-то вам сделал в отпуске. Это может быть какой-то пейзаж. Посмотрите, что у вас есть в телефоне, что у вас есть в ваших альбомах. И для того, чтобы... Вот знаете, есть люди, которые любят всё однотонное, чтобы не было ничего цветного. Сейчас можно без проблем распечатать чёрно-белые фотографии. И мне они даже как-то больше нравятся. Если я печатаю, то зачастую именно в чёрно-белом формате. Я прекрасно понимаю, что среди моих зрителей есть минималисты, которые на дух не переносят, когда всё наставлено, когда вокруг вас занято пространство. Но я отношусь к тем людям, которые обращают внимание на вот эти, пусть небольшие мелочи, но которые заставляют меня чувствовать себя дома. И вот, к примеру, кухня, да? Обычное рабочее место. Но когда ты поставишь какую-нибудь досочку, что-то такое, вот знаете, что добавит изюминку вот эту теплоту в пространство. Мне этого очень не хватает. И пусть это будет самый там новомодный хай-тек. Я захожу и чувствую себя как в офисе. Поэтому если вы хотите, чтобы на кухне было уютно, то уберите всё лишнее. В принципе, это касается любого пространства, в котором вы находитесь. Если вокруг вас слишком много разных предметов, это не есть уюта. Это бардак. И вам нужно всё это освободить. Если вам этого не хватает, то просто поставьте что-то такое, что просто будет таким небольшим, лаконичным элементом вашего интерьера. Дальше обязательно нужно найти пусть небольшое, но всё-таки отдельное место для грязных вещей, для того, чтобы хранить стирку. И вот раз я затронула тему вот этой вот загруженности, хочется сказать вот что. Очень часто в качестве подарка мы получаем какие-то элементы декора, которые нам или не нравятся, или вообще не подходят. И каждый раз, когда ты протираешь пыль, ты понимаешь, что она тебя просто раздражает. Ну выбросить жалко, подарил-то близкий человек. Нет, от этого нужно избавиться. Я прекрасно понимаю, что это что-то мог вам подарить ваш близкий человек, и вам как бы жалко и неудобно, но это не есть уют. Ну и, конечно же, самый популярный приём это использование разного плана декоративных подушек. Я просто обожаю этот трюк, так как покупаешь такую не слишком дорогую деталь, то есть какую-то новую наволочку, и весь интерьер преображается. Причём вы вовсе не обязательно должны покупать целый новый комплект подушек. Достаточно, к примеру, использовать какое-то сочетание цветов. То есть если у вас уже есть какие-то подушки, вы докупаете ещё один цвет, можно в интернете посмотреть, какие цвета красиво между собой сочетаются. И вуаля! Новый, старый, при этом уютный интерьер готов. Я могу сказать, что у нас есть постоянный комплект подушек, ну точнее наволочек, и праздничный. Причём хочу поделиться с вами хитростью. Всегда, когда минус 70% на сезонной распродаже, после Пасхи, после Нового года, всегда остаётся что-то интересное, и можно даже особо не тратиться. Хотя сейчас есть тот же юз, где можно найти что-то интересное, недорогое, H&M Home, Zara Home подороже, но опять-таки на распродаже всегда можно что-то откопать. И, кстати, вот летом хочется чего-то более яркого такого, чтобы немножко освежить интерьер, но всё равно благодаря подушкам он будет уютным. А зимой хочется чего-то более такого согревающего, и тогда я ещё и достаю пледы. И мало того, что это выглядит красиво, опять-таки уютно, да. Сегодня это слово будет звучать очень-очень много раз, но ещё и утром, когда мы с детками просыпаемся, спускаемся все вниз в гостиную, мы реально укрываемся этим пледом, нам тепло, и мы проводим время вместе. И поверьте мне, что пять минут вот этого времени ничего не изменит утром. Я лучше раньше проснусь, или там не докрашусь, или ещё что-то. Но я работаю дома, у меня немножко другая ситуация. Но, тем не менее, даже когда торопишься, всё равно тороплюсь я, в смысле, я всегда стараюсь найти несколько минут на вот эти вот обнимашки с детками. И что касается вот таких самых классных покупок на сезонных распродажах, это вот эти вот зайчики-подсвечника, о котором вы часто спрашиваете, и все, кто приходит к нам домой, говорят, боже, какой классный, где ты его купила? Купила за копейки в магазине TK Maxx, и, как видите, несмотря на то, что сейчас далеко не пасхальный сезон, всё равно зайчики вписываются в интерьер, и они настолько классные, и я их купила, опять-таки, очень недорого. Поэтому, да, однозначно советую вам посещать такие сезонные распродажи. Ну и что касается свечей, конечно же, это неотъемлемый атрибут такой уютной атмосферы. Кто-то не любит свечи, я это тоже понимаю, но у нас свечи находятся в основном только в гостиной, мы редко зажигаем их в спальне, иногда в ванной комнате, но в детских у нас нет свечей. И вы знаете, я очень люблю создавать такие композиции из свечей. Если смотрите мои видео, то наверняка знаете, что я как минимум два раза в год, то есть на Пасху, на Новый год создаю что-то такое. И вот эти вот подсвечники хороши тем, что если вы не любите сжечь свечи, сделайте это буквально два раза. Мне нравится, когда свечи вот так, как будто раскрыты, то есть лишены вот этой девственности, скажем так. То есть их несколько раз зажгли, и видно, что где-то там подтаял воск. Это смотрится более атмосферно, чем просто идеально ровная, новая свеча. Вот. Ну, есть огромное количество разнообразных подсвечников. Если вам не нравятся такие открытые, если вам не нравится, что свечи стоят и пылятся, в нашем случае нет, тем не менее, есть свечи, которые прям закрываются. Это тоже смотрится здорово. В Вике есть классный вариант, такой как бы колбы на красивой подставке. Вы туда можете поставить свечу. Кстати, это смотрится более так, трендово, более современно, если вам нравится абсолютно другой стиль. Растения. Конечно же, растения, живой организм дома. Причем, я хочу сказать, что у нас растения не только в гостиной, но мы также выращиваем их в ванной комнате. И я много раз говорила о том, что у нас-то такая зона релакса. И многие как бы скажут, что, Оль, почему у тебя в ванной комнате лежит ковер? Он тонкий. И вы знаете, он ничем не отличается от какого-то, как он называется, ну вот этого банного коврика. Как будто реально ты находишься в каком-то спа-салоне. И что касается ванных комнат, я понимаю, что не все хотят добиться уюта в каждой части дома, но лично для меня это важно. И вот в ванной комнате мне тоже хотелось добиться какой-то теплоты, поэтому в качестве напольной плитки я выбрала плитку, которая по своей структуре напоминает дерево. И у нас не слишком темный цвет. Я должна сказать, что это мега практично, вообще не видно никаких капель. И тем более, учитывая тот факт, что у нас был такой будуарный интерьер в предыдущей квартире, черная плитка, она была такой, ну не глянцевой, полуматовая, наверное, не полностью матовая. И это был кошмар. И вот при такой плитке нет никаких проблем, очень вам советую. Что касается ванной, то хочется также сказать, что все вот эти вот красивые мыла, может они кому-то нравятся, но мне очень нравится, когда все является таким единым целым, поэтому я покупаю отдельные диспенсеры, или как это называется, то есть емкости для мыла, для зубных щеток, и тогда вот нет вот этой наляпистости, какой-то непонятной, но мне такое нравится. И вот, наверное, последнее, что я скажу в этом видео, лично мне кажется, что разные фактурные элементы также придают уют. Я всегда обращаю на это внимание, поэтому я решила приобрести, пусть недорогие шторы, пусть это не что-то под заказ, но они смотрятся так уютно, и тоже по оттенку нам идеально подошли. Я всегда стараюсь как-то миксовать фактуры, это тоже смотрится интересно, стильно и уютно. Об этом мы сегодня с вами поговорили, и надеюсь, что вам было интересно. Если да, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Я постараюсь снимать побольше разнообразных видео, связанных с домом. Я обещала вам сделать обзор кухни, ошибки ремонта. Наверное, я сниму в сочетании с тем, как мы решили сделать такой интерьер, с чего начать и так далее, потому что ошибок на самом деле немного. Мне хватит одной руки для того, чтобы пересчитать их на пальцах. И все это приходит с опытом. Если делаешь что-то не впервые, то ошибок гораздо меньше. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok